Театр 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 драмы — это флагман нашего театрального пространства, это просто объективно. Но кроме этого, в театре действительно происходит достаточно много интересных событий, и нас это радует. Нас радует то, что театр набирает обороты, он дышит сегодняшним днём. На его сцене интересные спектакли, и уральских авторов в том числе. Поэтому вполне естественно, что мы будем поддерживать то хорошее, то интересное, что в этом театре происходит. И я искренне надеюсь на то, что и сезон этого года, и следующий сезон будут достаточно интересными для театра, и, соответственно, для его зрителей. И ещё один, с моей точки зрения, очень важный момент. В театре драмы, в нашем театре драмы, действительно настоящая, серьёзная, очень творческая труппа. И одним из показателей её уровня является достаточно большое количество молодых артистов, причём интересных молодых артистов. Это значит, что у театра есть завтрашний день, и этот завтрашний день наверняка будет не менее интересен, чем день сегодняшний. Я хотел бы пожелать театру действительно интересных дней, действительно интересных артистов, интересных режиссёров, и нам всем, и нам, в том числе учредителям, интересных свиданий с Екатеринбургским театром драмы. Но и сейчас, ещё стремясь к техническому совершенству, Свердловский театр драмы является самой востребованной сценической площадкой Уральского региона. Только за последние три года мы имели честь принимать у себя труппы комедии «Францесс», «Пикколо театра де Милана» и «Маланден Балле Беориц». На нашей сцене были представлены спектакли Международного театрального фестиваля имени Чехова. Здесь екатеринбуржцы смогли увидеть последние премьеры Московского художественного театра, Государственного театра наций и других ведущих российских коллективов. Имея возможность вживую соприкоснуться с лучшими образцами современного театрального искусства, Свердловский академический театр драмы сам является образцом активно развивающегося и творчески состоятельного коллектива. Обретя в 2011 году статус театрального холдинга и объединив под одной маркой три творческих коллектива Академический театр драмы, студию «Молодой театр» и танц-компанию «Танцтеатр», сегодня мы ежегодно выпускаем не менее восьми премьер. Только во второй половине прошлого года репертуар театра пополнился спектаклем «Два приятеля» по одноименному произведению Ивана Тургенева драмой «Еще до войны» по Вилю Липатову. Танц с спектаклем в двух словах, постановкой Жанна по пьесе нашей землячки Ярослава Пулинович и сказкой «Синяя птица». Сегодня театр стремится чаще обращаться к современной драматургии, тем более драматургии уральской. В этом сезоне мы представили зрителю спектакли по пьесе Александра Архипова «Остров мирный» Ярослава Пулиновича «Жанна» и они были на ура восприняты нашим зрителям. Также с октября 2013 года театром открыт творческий проект «Театрал», уже отмеченный специальным дипломом областного фестиваля конкурса «Браво» или «Лучшая театральная работа года». Отныне наши зрители могут насладиться живым общением обо всем на свете со своими любимыми артистами, задать им любые вопросы и получить самые неожиданные ответы. Иными словами, у каждого театрала появилась возможность увидеть строгую академическую драму с самой неожиданной стороны. Взглянуть на мир театра с непривычного для публики ракурса дает возможность и проект «Академия драмы». Он ориентирован на тех, кто приходит в театр не с желанием скоротать вечерок, а в надежде глубже вникнуть в законы этого вида искусства и как профессионал от театра, и как преданный зритель. В рамках «Академии» мы организуем диалог с теми, «Кто делает сегодняшний театр?» В малом зале с начала сезона регулярно проходят встречи со знаменитыми режиссерами и менеджерами российской и мировой сцены. Первым гостем стал Глеб Панфилов, известный не только как кинорежиссер, но и как постановщик ряда спектаклей на сцене Ленкома. Особый интерес вызвала встреча с директором «Золотой маски» и Государственного театра нации Марии Ревякиной. Нам смог уделить время не нуждающейся в дополнительных представлениях «Кшиштоф-Зануси», а встреча с писателем Алексеем Ивановым и драматургом Олегом Багаевым дала старт режиссерской лаборатории по пьесе, написанной на основе романа первого классика 21 века «Блуда и Мудо». Гордость любого театра, прежде всего его артисты. Счастлив артист, нашедший свою сцену. Успешен театр, сумевший обрести своего артиста. А широкая палитра возможностей труппы Свердловской драмы известна всей России. Нашим артистам подвластно все. От легкого спектакля выходного дня до экспериментальной работы до узкого круга. Поэтому на сотрудничество с коллективом, не задумываясь, соглашаются ведущие режиссеры России. С удовольствием работаются с актерами театра. Мне кажется, в нашей группе фактически все очень талантливые. Хотя это группа, в которой актеры разного опыта, разного возраста и какого-то... Может быть, даже тут речь нужно вести не о даровании, а о разных характерах. Один человек легко бросается в новое, другой более консервативен. Потому что то, что я предлагаю, оно может быть и любопытно, но не очень привычно. Оно может быть интересно, но страшновато идти в эту эстетику. То есть не каждый человек легко откликается. Но думаю, что вот в той группе актеров, с которой я работаю, все очень открыты, все очень коммуникабельные и готовы к сотрудничеству. Мне очень приятно работать в этой компании. Многие из сегодняшних и уже ставших легендой спектаклей нашего театра создаются в счастливом союзе постановщиков и главного художника Свердловского академического театра драмы Владимира Кравцева. В числе его наград – почетное звание заслуженного деятеля искусств России, премия губернатора Свердловской области, награды многочисленных театральных фестивалей и форумов. И, конечно же, первая в истории нашего театра – национальная театральная премия «Золотая маска». Самое главное, то, что сегодня в театре существует, это время, когда ты не с оглядкой занимаешься этими проблемами сегодняшней, современной, допустим, сценографией или режиссуры. Потому что иной язык, и слава богу, что это наступило, это время, потому что если… Ну, во-первых, не все режиссеры как бы шли на такой эксперимент. Не из-за боязни, а как бы, может быть, традиционного такого взгляда. И поэтому от этого как бы жизни, на мой взгляд, не было на сцене. Потому что как бы погружаться только в костюмную, скучную какую-то историю. Но когда появляются, например, такие режиссеры, вот как сейчас, Мирзоев, который репетирует Островского и репетирует, проходя мимо репетационного зала, ты слышишь и думаешь, «Господи, Островский ли это?» В этом есть какая-то энергетика, энергия такая, на мой взгляд, очень интересная. Вот человек, который занимается экспериментом, занимается продвижением каких-то новых идей. Мне кажется, на сегодняшний день в театре даже те работы, которые я назвал, и то, что мы только как бы определяем какие-то вещи, они точно из сегодняшнего дня. Иначе, мне кажется, театром и неинтересно заниматься, да, реставрировать какую-то жизнь прошлую, да, попадающую в наши дни. Но сегодняшними, мне кажется, надо средствами. Тем более, и сценография сегодня позволяет это делать. Театр гордится своей историей и с уверенностью смотрит в будущее. По итогам 2012 года мы стали безусловным лидером театральной жизни региона, получив сразу пять премий областного смотра конкурса театральных работ «Браво». По итогам 2013 года спектакли театра приглашены на два всероссийских фестиваля театральных работ для детей, фестиваль «Орликин» в Санкт-Петербурге и фестиваль «Золотая репка» в Самаре. Сразу четыре работы нашего театра в этом году будут включены в международный театральный форум «Коледа Плейс». В июне 2014 года мы представим 10 наших лучших работ в Санкт-Петербурге, где последний раз театр был аж 12 лет назад. Наши постановочные планы расписаны на два года вперед. И мы рады, что готовность сотрудничества с нами выразили постановщики, чьи имена сделают честь лучшим столичным коллективам. Но самое главное для нас быть востребованным зрителем, приходящим к нам каждый вечер, невзирая на капризы уральской погоды. И мы счастливы тем, что с каждым годом зрителей у нас все больше и больше, а советные слова «все билеты проданы» звучат все чаще и чаще. Для этого мы живем и работаем вот уже почти 85 лет.